здравствуйте друзья мы со светланой едем в гости суббота и по дороге мы побеседуем вот о чем я недавно делал сюжет он не вызвал такого астрономического так сказать интереса потому что может быть он назывался не нет не так привлекательно как надо было бы ее назвать но там вот встреча с психологом михаилом бородянским который из питера приезжает к нам сюда он не гастролировать приезжает он приезжает по нашему приглашению в наш офис потому что михаил сделал тесты психологические и он будет нас учить как по этим тестам определять в потенциальных студентах те качества которые нас интересуют не на предмет того кто хороший будет студент а на предмет того вот может быть кому не нужно то есть какие-то вот вещи которые мы точно знаем что как бы плохо когда вот так и дальше возникла такая история дело в том что значит мы знаем михаила бородянского некоторое время уже потому что света берет его курсы какие-то онлайновые два класса взяла я немножко предысторию расскажу значит предыстория была такая у нас есть внучка сейчас уже две тогда была одна и мы как бабушка с дедушкой люди ответственные и у нас времени может быть больше чем у родителей мы света в данном случае основная движущая сила думаем о том что вот как на ребенка развивать вот как ну такая была обстановка у ребенка скажи пожалуйста может быть и лучше скажи давай скажи я просто общую картину хотел но общая картина такова что когда возникают дети возникают какие-то проблемы которым ты не знаешь как подойти начинаешь срочно искать что какие-то методики конкретные дело том что я по образованию когда педагогич да и мне как-то близко вот что должен быть какой-то инструмент чтобы что-то поправить и я стала искать хоть что-то на эту тему и ничего не могу найти перерыла весь интернет и это было год назад практически это было в декабре прошлого года ну первое на что я мало-мальски вразумительное напоролась это был юрий бурлан его в общем люди которые что-то такое писали на фоне всего остального это вас и последователь да стороне на фоне всего остального что было на интернете это звучало мало-мальски вятно инструментально да поэтому я в декабре месяца записалась бурлана на этот тренинг там он растянут был там 1 ступень 2 втянувшись в это дело да и что-то для себя понява что-то требовало какого-то более продвинутого изучения я стала рыскать что есть на эту тему оказалось что вот это системный векторный подход он был разработан виктором толкачевым у нас кстати было видео на канале про викторию бурлан в данном случае является как бы одним из продолжать и мне конечно захотелось послушать первоисточник потому что в открытом доступе этого первоисточника на интернете нет я нашла книжки его книжки конечно размеры такого не слабого там около 500 страниц но не все относятся к этим векторам ну кое-что читают ну понимаешь как она читается там очень много отвлекающих всяких моментов связанных с языком с фонетикой языка у него шире круг интересов чем да да это что касается векторов мне как-то там все равно не хватало структуры вот у бурлана тоже вообще структуры не было то есть ведь когда ты идешь на урок ты хочешь что-то усвоить все люди мыслят по-разному кто-то мыслит образами кто-то слышит лучше ушами кому-то нужно размножить по полочкам да он смотрит глазами ему нужно по полочкам и в этом смысле конечно бурлан он артист он импровизатор он нас листа просто говорит он уже много раз конечно говорил на эту тему но говорит те наезженные темы он говорит неплохо но записать за ним невозможно потому что это настолько не структурированный когда ты идешь на его урок и тема которого заявлено это вовсе не значит что будет вообще на эту тему хоть какой-то разговор это даже не важно но дело в том что когда ты просто пытаешься списать конспект то кроме отдельных обрывок фраз из которых ты сам должен что-то достроить до целого ничего нету и после этого остается ощущение как то что тебе явно чего-то не хватает но нету никакой целостности ничего поэтому я стала обращаться искать где бы найти самого толкачева и вот я нашла уже его книжки там почитала и мы нашли его курс то есть курс в записи существует но он как бы не существует такой свободный за кто-то нам его где-то нашел если бросил вот как-то так было и значит я послушала курс толкачева он мне понравился конечно больше чем у бурланы хотя бурлан с точки зрения вот владения лексикой языком конечно много интереснее более как сказать и они отличаются по содержанию это мы не будем говорить о чем они отличаются потому что это даже отдельная история вот но толкачев тоже ведет этот разговор в диалоге у это не лекция бурлан ведет лекции просто сам говорит то что он считает должен сказать никого не слушать при этом толкачев наоборот он всю свою лекцию строить на вопросах то есть ему задает вопрос а а теперь мы поговорим об этом а теперь мы поговорим вот об этом и получается тоже что поскольку сами вопросы они возникают они правильные вопросы но они не носят такой систематического характер до системно и получается что то все равно какие-то урыбки какие-то обрывки и все равно чувствую что чего-то не хватает каких-то много вопросов остается и уж не знаю как потому что михаил бородянский он не так известен он один из самых первых учеников толкачева то есть он 20 лет назад проходила обучение и толкачев ссылается на него в своей книге там как самый там подающий надежды там последователи так далее но он так не очень интернете его просто так не найдешь не апеллирует широкой публике и я напоролась на него случайно кто-то где-то что-то упомянул что вот есть и потому что я стала искать других учеников толкачева раз был учитель должны быть еще ученики и на того пошла на линк ничего там нету другого пошла на линк то есть такое ощущение что они не ведут посылки куда они да они не ведут занятий у них нет онлайновых курсов ничего нет и вот по какой-то ссылке я попала значит на сайт бородинского и там все-таки я увидел что там есть классы есть люди есть люди видимо которые ведут просто занятия в классах и и они где то есть и есть какое-то расписание вот но ты не можешь этим воспользоваться не в другой стране на делом том что вот пользуясь интернетом только да я не вижу чтобы они как-то представительства и кому обратиться ничего не понятно вот а у барленского у него есть значит вступительные бесплатные лекции какие-то которые можно послушать и сказать мне нравится это или мне не нравится я готова дальше слушать или нет у него книжек много? нет книжка у него одна на эту тему еще есть у него не одна книжка они еще не вышли из этой книжки реально книжка одна вот и я послушала и увидела что да стиль вот изложения мне нравится это нечто более такое систематичное да ты можешь следовать его логике и как-то это оправдано а потом я думала книжку его я посмотрела и там оказалось структурой гораздо больше чем у самого толкачева то есть все таки он проделал огромную такую систематизирующую работу разложился по полочкам и действительно становится понятно откуда ноги растут и вообще что это такое с чем его едят значит два слова что это такое значит толкачев предложил некоторую систему описания человека классификации фактически классификации и принципе таких систем может быть множество их и есть вопрос в том какие системы сложнее какие легче могут их освоить люди которые не имеют специального психологического образования или для этого нужно обладать некоторым уровнем все-таки познания так вот вот эта система векторная она в общем-то очень проста в использовании и этими какими-то первичными навыками классификация может обладеть абсолютно любой человек потому что это все на уровне узнавания идет и когда ты видишь проявление каких-то черт ты уже понимаешь какой-то вектор тогда поскольку есть описание этого вектора ты понимаешь чего от него можно ждать и я с удивлением обнаружила что вот пользуясь этой классификации этим подходом я очень много узнала о себе и узнала очень много о Михаиле тоже с которым мы вместе прожили 40 лет и какие-то были вещи необъяснимы которые я не могла объяснить раньше сейчас уже есть объяснение да но раньше я не могла понять 40 лет мы живем я думаю почему вот все люди разные да ну вот как-то вот настолько разные да не понимаешь а почему один мочится в туалете другой с балкона а третий в снег в сугроб понимаешь почему да это вот мелочи да это мелочи да хорошо я хотел на примере поискет на самом деле конечно это колоссальный инструмент для того чтобы разобраться в себе есть такое желание да но это еще больше инструмент для того чтобы разобраться в своих детях и вот у меня на канале часто спрашивали там как мы воспитываем детей и так далее и так далее бородинского на эту тему есть целый курс который я взяла у него и он он с этим курсом нам приезжать я хочу сказать что ничего более внятного да последовательного и логичного я не видела то есть там расписаны все дети все какие эти дети бывают как они взаимодействуют со своими родителями какие родители чем отличается взаимодействие Одного родителя с одним ребенком и другого родителя с другим ребенком. То есть это, конечно, инструмент, да, в первую очередь, и он помогает относиться к своим детям по-другому. Я могу сказать, что я систематического знания как бы не имею, но я наблюдаю и иногда слушаю лекции в записи с разных курсов. Ну, то, что Света там проходит, иногда могу с ней посидеть и послушать. И я хочу сказать, что у Михаила есть как бы инструмент. Вот ты слушаешь и говоришь, ага, ты узнаешь себя, своего ребенка, и он тебе говорит, вот в этой ситуации, вот допустим, да, вот ты должен знать, что у него вот тут такие-то особенности. Да, где-то он более медленный. И ты не должен его давить, ты не должен его под себя подгонять. Ты должен сказать, ага, вот это у него так, значит, мы вот в такой ситуации делаем так, и в такой делаем так, чтобы не нарушить психику, чтобы не создать проблем. Там, в общем-то, их и не было проблем. Но человек, родители пытаются под себя подмять детей. Родители просто не понимают, например, что там, скажем, родители с красным вектором, а ребенок, например, с коричневым вектором, у них совершенно разный темп. Разный темп. И родители с красным вектором говорят, давай, давай, быстрее, что там копаешься, бегом мы вперед, сейчас, впереди планеты всей. А тот вообще, он еле-еле швелится. И если его оставить в покое и понимать, что он медленный по природе, то, будучи медленный по природе, он в своем темпе будет делать вещи гораздо быстрее. И достаточно сложно. И достаточно сложно, и эффективно, и потому что коричневый вектор ничуть не хуже красного. Зачем? У всех свои особенности. Я хочу сказать, что там вот эти 8 векторов, они там по-разному их называют, там по некоторым органам тела, а иногда называют вот так. По цветам. Более мягко, эстетично, более эстетично, да, более эстетично по цветам. Я помню, я расскажу так, типа, хохмочки такой, значит, ну, Светлана, когда первый раз там училась, это вот у Курлана, значит, и я ей говорю, слушай, говорю, вот, а у нас же комментарии все время, знаете, как люди-то разные, пишут, такие разные вещи такие. И я вот ей как-то говорю, послушай, говорю, вот, ну, там какой-то комментарий, показываю, что, то есть, как-то вот люди, типа отдохнуть пришли, там, что-то, я не знаю. Ну, и она говорит мне, ну, понимаешь, говорят, люди живут, у них там зима, там снег, пасмурно, там, ездит на общественном транспорте, человек приходит помятый, говорит, включает компьютер, говорит, и тут выходишь ты такой анально-уритральный. Я, ну, то есть, для меня это имело смысл, поскольку я знал, как бы, что стоит за этими словами, но я представился, что человек со стороны, значит, услышит и будет очень стрёмно. Значит, вот у Михаила Бордянского это называется, красно-коричневый. Ну, да, да, но ничего, да. Я к чему говорю это все, вот мой, мой, как бы, интерес, когда мы говорили о том, что Михаил приедет к нам обучать нас вот это вот интерпретации, там, тестов, там, и так далее, значит, ну, это тоже на три дня не полетишь там через весь мир. Он едет на пару недель и говорит, ну, если уже едет на пару недель, то, может быть, там какой-то народ соберется, какой-то курсик проведем. И мы подумали, что это будет один курс по детям, да, а друг, по взаимоотношению, гармоничной, гармоничной. Да, да, вот родители, бабушки, дедушки, ребенок, вот это. И второй курс это... Управление событиями. Как бы управление событиями в жизни. Давай одно слово скажем. Да, вот скажи про управление событиями. Да, я этот курс тоже прошла. И для меня это было очень интересно. Дело в том, что чем старше мы становимся, тем лучше мы понимаем свою прожитую жизнь, да. По молодости лет мне казалось, что эти события, которые случаются в моей жизни, они случаются сами по себе. Ну, надо же, какая везуха. Вот все сложилось в один момент времени. Потом, чем дольше мы живем, понимаем, нет, наверное, все-таки это была не случайность. Это была закономерность, которую мы сами каким-то образом сгенерировали. Ну, и таких случайностей, собственно, сгенерированных событий в жизни было у меня немало. Честно скажу, даже Виша иногда удивлялся. Могу сказать, что Света часто ставила меня в тупик, и я говорю, такого быть не может. Такого быть не может, да, но я говорю, такое будет. Для Светы это нормально. Да, это будет так вот. И когда я стала слушать курс Михаила Бородянского, я вдруг обнаруживала, что он сформулировал то, что я и так делала. Но я это не могла, например, как бы формулировать, я это делала интуитивно. А он это все сформулировал. Теперь получается такая интересная штука. Теперь, если ты хочешь, чтобы у тебя что-то в жизни сложилось именно таким образом, то у тебя есть инструмент, где написано, делай раз, делай два, делай три. Но у тебя инструмента не было, ты просто... Нет, я интуитивно это делала. Я делала интуитивно какие-то вещи, и тут вот я с интересом обнаружила эффект, примерно такой же, как много-много лет назад мне в руки попала книга Дейла Карнеги, как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Да. И в принципе Дейл Карнеги ничего нам такого не говорил. Он просто сказал, вот если ты обратишь свое внимание на человека, да, и просто спросишь его, так с участием вообще, как у тебя дела, то этот человек проникнется к тебе расположением. Он собрал в систему массу элементов, каждый из которых вроде бы даже понятен, но как система, это было революционно. И в тот момент для меня это было просто какое-то открытие, сказал, вау, да мы же это делаем каждый день, мы просто не знаем, как это нужно делать, в какой последовательности. И примерно такой же эффект на меня произойдет. Я расскажу, я расскажу. Она читала Карнеги, а потом на работе, мы работали в одном учреждении, да. Значит, там была женщина, и от 50. А я молодая была, мне было 23 года. 25, да. Ну и, короче, там женщина была, зав. лабораторик. Такая, в общем, замкнутая. И Света ей в коридоре говорит, ой, здравствуйте, как дела, как живете? Как вы себя чувствуете? Да, и та ее за пуговицу с участием схватила, и час ей рассказывал. И Света говорит, работает. Да, 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 это работает все. И вот примерно такое же впечатление на меня произвел курс Михаила Бородянского, где я вдруг поняла, что, оказывается, то, что я делала, оно имеет место быть. И более того, есть некоторые системы, где ты можешь каждый элемент системы сознательно выполнять. То есть что это значит? Это значит, что не только те люди, которые интуитивно делают эти вещи, управляют своей собственной реальностью. Это значит, что люди, которые никогда до этого не делали, но им говорят, тебе нужно сделать раз, два, три, четыре. И этот человек тоже сможет вправлять своей реальностью. Светик, мы через 7 минут приедем на место. Давай я тебя вот что спрошу. Вот человек приезжает, через месяц он здесь будет, да, Михаил здесь будет, через месяц. Мы делаем эти два курса по выходным. Это будет суббота-воскресенье. Значит, на самом деле в пятницу можно будет прийти, послушать пару часов, вообще денег не стоит. Нет, нет, там сложнее. Черт, я сделала у нас на Фейсбуке, да, я сделала ивент. Да. То есть вся оплата производится напрямую к Михаилу, поэтому нужно это все делать через его... Вот сайте, там есть линки, ты так вот на пальцах не объяснишь. Значит, есть два курса. Один по гармоничным отношениям, он идет два дня. Суббота и воскресенье. Шестого или седьмого, не помню, седьмого или восьмого. А второй в следующие выходные, но он идет два дня и еще там пару часов в пятницу, которые бесплатные. Но если человек говорит, я сразу плачу за весь курс, то у него скидка за этот курс. Хорошо, а может по дням будет. А может по дням. А если он с женой пришел, то... То скидка на второй человек 50%. Да, хорошо, я свет не к этому клонил, честно. Вот я хотел другое. Вот он приезжает. У нас курс, значит, тут суббота и воскресенье, там суббота и воскресенье. Подряд вот эти два уикенда. Когда люди идут... Вот человек думает, пойти, не пойти, что я с этого буду иметь, грубо говоря, да? Вот когда человек смотрит на курс по семейным делам, вот какого плана проблемы ты считаешь, человек может иметь, чтобы, например, сказать, да, это действительно, я хочу это решить, я хочу быть на этом курсе. Я сейчас отвечу. Дело в том, что... Какие проблемы? Мы под этим видео поместим линк на страничку Михаила Бородянского, где описан этот курс очень подробно. Понимаешь, я не беру на себя смелости сказать, какие примеры. Ты дашь ссылку, окей. Да, мы дадим ссылку, где он сам, потом к нам выходить мешает. Да. Ну, то есть ты, я сняюсь, в эксайтменте. Я в эксайтменте, да, потому что, ну, как человек действительно дал некоторую инструментальную вещь. Встадим тут, да? Да. Ага. Вот, инструментальную вещь, которой можно пользоваться. Я считаю, что это хорошо. Ну, тебе удалось воспользоваться уже в сформулированном виде? Вот не в том смысле, что ты интуитивно делала. Ну, понимаешь, мне трудно сказать, я все время же какие-то задачи решаю, но сказать так, что это я делала до такой, после того, мне как раз очень... Хорошо. На уровне вот детского вопроса. Вот отношения с людьми, отношения с... Да, безусловно, конечно. Я лучше читаю наших внучек. Членами семьи. И я прекрасно понимаю, что если бы я, например, этого не знала, то я бы по-другому относилась к их поведению. Ну, то есть, 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 практически выход есть. Ну, хорошо, ребят, значит, мы рассказали. Те, кто захочет поучаствовать, значит, найдут ссылку под этим видео. Те, кто далеко и, может быть, хотели бы, но не смогут. Мы какие-то фрагментики там поснимаем на тренинге. Мы и спросили разрешение. Нам сказали, что что-нибудь такое по кусочку можно будет записать, чтобы вам показать. А те, кто живут в России, Украине, Прибалтике, там вы сможете живьем пройти тренинг. То есть, Михаил довольно много гастролирует там и по бывшему СССР, и в Европе тоже. В более западной такой. Все, тогда мы приехали. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому